Власть факта Отвергнутая великая княгиня, нераскрытая тайна Соломонии Собуровой. 11 месяцев на московском престоле, политический маскарад и несправедливая расплата. Шаги от победы, о том, как небольшая речка разрушила грандиозные планы. Похороны вместо свадьбы. Петр II. История недолгого царствования. Древние римляне, как мы знаем, изображали беспристрастную Фемиду с повязкой на глазах. Но Фемида была не единственной слепой богиней. С точно такой же повязкой изображали и Фортуну. В ходу было выражение «Фортуна цека эст», то есть «Фортуна слепа». Так издревле объясняли, почему одним удается все, а другим ничего. В истории немало личностей, которые, казалось бы, вытягивали в игре с судьбой счастливый билет. Но их билет оказывался фальшивым. Самые яркие примеры таких судеб в сегодняшней программе. Для начала галерея исторических неудачников. В рубрике «Обратный отчет». 1718 год. 30 ноября, во время осады крепости Фредрикстен, шальной пулей был убит король Швеции Карл XII. С 15 лет он правил как самодержавный монарх, получив наследство, могущественную страну, с лучшими в Европе армией и флотом. В начале правления, благодаря своим военным победам, король привел Швецию к вершинам могущества. Однако его честолюбивое вторжение в Россию принесло Швеции поражение и лишило ее статуса великой державы. 1485 год. В битве у Босфорта смертельно ранен король Ричард III, последний из династии Плантагенетов. Он по праву считался ведущим полководцем в королевстве, а своим девизом выбрал слова «верно сделает меня стойким». Тем не менее, благодаря Шекспиру, он стал олицетворением жестокости и коварства. Со смертью Ричарда III закончилась война алой и белой розы. 121 год до н.э. Римский сенат вынес Гаю Гракху смертный приговор. За голову бывшего трибуна была объявлена награда золотом в количестве равным весу его головы. Этому предшествовала ожесточенная борьба сената, состоявшего из богатых патрициев, с законом Гая Гракха в пользу плевса. Выступая в сенате, он первым среди римских ораторов повернулся лицом к народу, чтобы избежать позорной смерти, Гай с помощью преданного раба убил себя сам. Сколько цариц, королев и императриц страдали от того, что не могли дать своим государствам наследников. А ведь в глазах общества это было их главным предназначением. Английский король Генрих VIII и его супруга Екатерина Арагонская ждали наследника 24 года, но так и не дождались. В 1527 году Генрих отнял у жены все драгоценности и подарил их молодой фрейлине, Анне Болейн. Через шесть лет король аннулировал брак и женился на Анне. Не менее печальная участь постигла и русскую великую княгиню Соломонию Собурову. Летом 1505 года по всей Руси разнеслась радостная и волнующая весть. Великий князь Иван III решил женить своего 26-летнего сына Василия. По всем городам государства были разосланы грамоты с предписанием свозить девиц на смотр наместников. Претендентов оказалось ни много ни мало полторы тысячи. Знакность рода не играла никакой роли. Главное – красота и здоровье. Внушительная комиссия из повивальных бабок придирчиво обследовала каждую девушку. И, наконец, 4 сентября 1505 года Василий повенчался с 16-летней красавицей Соломонией Собуровой из захудалого боярского рода. А в декабре того же года великий князь Иван III Васильевич приставился. И его сын стал великим князем Сеяруси Василием III. Такой сказочный взлет Соломонии и ее семьи многим пришелся не по душе. Против нее начали интриговать. Положение усугубляло то, что великая княгиня никак не могла родить наследника. Современный летописец повествует, что великий князь, едучи однажды на позлощенной колеснице, увидел на дереве птичье гнездо, заплакал и сказал, «Птицы счастливее меня, у них есть дети». Своим младшим братьям Василий III пока у него не родится наследник и жениться не позволял. Они сидели холостяками на своих уделах, ожидая его смерти, чтобы начать борьбу за московский трон. Такое положение дел грозило смутой в государстве и поднимало вопрос о расторжении брака Василия с Соломонией. Но православная церковь запрещала при живой жене заводить новую. Прошло 20 лет, и государь в нарушении всех церковных канонов все же решился на развод. Поступок неслыханный для православного государя. По указу Василия III был объявлен розыск о неплодстве Соломонии, вызвавшей резкую оппозицию среди части бояр и некоторых церковных кругов. Чтобы обмануть закон и совесть, Василий предложил Соломонии добровольно отказаться от мира. Но та воспротивилась. В ноябре 1525 года ее насильно постригли в монахине в Москве в рождественской обители под именем София. Рассказывали, что несчастная билась, срывая монашеский куколь, и так кричала о совершаемом насилии и вероломстве мужа, что участник этого дела, ближний боярин и приспешник Василия III ударил ее плетью. Не прошло и двух месяцев после пострижения Соломонии, как 21 января 1526 года князь сия Руси Василий III сочетался вторым браком. Он взял в жены юную литовскую княжну Елену Глинскую. Говорят, что в желании понравиться молодой жене государь дошел до того, что выбрил себе бороду по европейской моде. И это на святой Руси, еще за 200 лет до петровских новшеств. А монахиню-невольницу Софию отвезли подальше в Покровский монастырь в Суздаль. С этого времени он стал традиционным местом заточения постылок жен русских монархов. Меж тем, через 4 месяца до Москвы дошли слухи, что у монахини Соломонии Софии, заточенной в Суздальском монастыре, родился сын, которого она назвала Георгием. Была срочно организована секретная комиссия из доверенных дьяков. Доклад этой комиссии до нас не дошел. Однако он был, безусловно, благоприятен для бывшей великой княгини. Сохранился другой подлинный документ, подписанный Василием Третьим. Дарственная грамота Соломонии Софии на село Вышеславское от 19 сентября 1526 года. Сейчас невозможно сказать, чем руководствовался Василий Третий, делая такой подарок бывшей жене. Ведь обычно подобные подарки делали великие князья своим супругам после рождения наследника. Что стало с Георгием, если он существовал, история умалчивает. Имя его народное предание связывает с легендарным разбойником Кудияром, героем многих песен и легенд, эдаким русским Робин Гудом. Но это предание. Существует и другая легенда, которая гласит, что для того, чтобы защитить сына от Елены Глинской, Соломония распустила слух о том, что ребенок якобы умер и инсценировала его погребение. Достоверно же известно одно. У Ивана Грозного были основания опасаться появления соперника на царский трон. И он весьма тщательно, через 40 лет после этих драматических событий, провел расследование, использовав архивные материалы дела о неплодии Соломонии Собора. Некоторые историки считают, что Иван Грозный всю жизнь искал сына Соломонии Георгия, чтобы его уничтожить. Сама Соломония всю свою жизнь была вынуждена провести в монастыре. Однако в 1934 году легенда о погребении Георгия неожиданно нашла свое археологическое подтверждение. При вскрытии усыпальниц в Суздальском Покровском соборе, рядом с гробницей Соломонии, было обнаружено маленькое белокаменное надгробие XVI века. Под ним, в небольшой погребальной колоде, обмазанной внутри известью, лежал истлевший сверток тряпья. После реставрации стало ясно, что это рубашка мальчика трех-пяти лет из шелковой тофты, украшенная серебряными нашивками с остатками жемчужного шитья и пояском из шамаханского шелка. Но останков ребенка найдено не было. Елена Глинская, сменившая Соломонию Собурову на посту жены Василия Третьего, подарила Москве и наследника, и не простого, а грозного, Ивана Васильевича. В отцапствовании один десяток лет, Иван Грозный решил оставить трон и удалился на Арбат за Неглинную, где поселился на бывшем опричном дворе. Подданные его не устроили. Распустились и не выказывали достаточного почтения помазаннику Божию. Вместо себя Иван посадил на престол Касимовского хана Симеона Бекбулатовича. Весь русский люд, да и сам Симеон, недоумевали. Чем может кончиться этот странный маскарад? Осенью 1575 года Иван Грозный совершил неожиданный и удивительный для современников поступок. Он отрекся от престола, став просто князем Иваном Московским, уехал из Кремля и скромно поселился на Арбате, в бывшем опричном дворе, освободив трон и дворец для бывшего Касимовского хана Саин Булата, который после принятия христианства стал именоваться Симеоном Бекбулатовичем. Казалось бы, на татарского царевича свалилось невиданное счастье быть главой русского царства. Однако история распорядилась так, что впоследствии за свое недолгое царствование Симеон Бекбулатович расплачивался всю жизнь. Симеон Бекбулатович был правнуком Ахмата, последнего хана Золотой Орды. Такое происхождение традиционно очень уважали русские бояре. Вплоть до Петровского времени было почетно вести родословную от татарских царевичей. Их считали честью всех бояр выше. В застарожности Иван не дал Бекбулатовичу титул царя. Ему пожаловали титул великого князя всей Руси. Вскоре после своего отречения от трона, Иван Грозный пишет челобитную Симеону Бекбулатовичу. Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси Иванец Васильев со своими детишками с Иванцом да с Федорцом челом бьют. Говоря о себе в самом уничижительном тоне, Иван Московский в челобитной просит во всем государстве людишек перебрать. То есть провести кадровые чистки, пересмотреть оклады и размещение всех служилых людей. Правда, новый правитель был царем лишь на первый взгляд. Его даже не показывали иностранным послам. Но если государственные дела по-прежнему решал бывший царь, то зачем он отрёвся от престола? Объяснений этого было много. И до сих пор многие историки хотят по-своему интерпретировать поведение, необычное поведение царя. Но, как выяснилось, ни одна из предложенных гипотез так или иначе не подтверждается. О чём бы мы ни подумали, всякий раз мы сталкиваемся с тем, что в источниках либо об этом вообще ничего не говорится, либо осталось только одно, единственное сообщение, что царь беседовал с одним из иностранцев и сообщил ему, что он это сделал, потому что не верит в собственный народ, и надоели ему подлости своего народа. Однако, видимо, подлости народа надоели Ивану Грозному не настолько, чтобы он навсегда отрёкся от престола. Симеон Бекбулатович пробыл царём меньше года. Иван Грозный ссадил его с трона так же неожиданно, как и венчал на царство. Обошёлся он со своим преемником Милостиво, сделал его великим князем Тверским, и Симеон Бекбулатович стал вторым после Ивана Грозного человеком в государстве, носящим великокняжеский титул. Удача покинула Симеона Бекбулатовича сразу после смерти Ивана Грозного в 1584 году. Отец его жены, Анастасии Иван Стеславский, был обвинён в заговоре против Бориса Годунова и пострижен в Кирилло-Белозерском монастыре. Вслед за этим Симеона Бекбулатовича лишили титула и имений и сослали в Тверское село Кушалино. Борис Годунов заставлял подданных целуя крест клясться, что они будут держаться подальше от опального князя и от его детей. Татарский царь, татарский царевич, это всё-таки человек, который своим фактом рождения в царской семье, вот этим самим фактом, он мог гарантировать себе вот это право, эту претензию на некий престол. Ну, он не доживает до тех времён, когда это было необходимо. Когда на престоле воцарился Лжедмитрий I, он, осознавая шаткость своего трона, тоже вспомнил об угрозе в лице Симеона Бекбулатовича. Самозванец решил избавиться от конкурента на царский престол беспроигрышным способом – постричь его в монахи. В марте 1606 года в том же самом Кирилло-Белозерском монастыре, где десятью годами раньше окончил дни его тесть Иван Мстиславский, Симеон Бекбулатович принял постриг под именем отца Стефана. Казалось бы, больше он не представлял никакой опасности для самозванцев, борющихся за власть. Слепой и дряхлый монах не имел самодержавных амбиций. Однако следующий царь, Василий Шуйский, решил действовать наверняка. Уже через девять дней после своего воцарения он велит отправить Стефана на Соловки. Там, в тяжелых условиях, старец прожил шесть лет, все время отсылая в Москву просьбы вернуть его в Кирилло-Белозерский монастырь. И в 1612 году, когда трон опустел, просьбу отца Стефана наконец выполнили и по совету всея земли вернули старца в Москву. Там он и доживал свой век, который оказался достаточно долгим. Симеон Бекбулатович пережил всех своих шестерых детей и жену. 5 января 1616 года не стало Симеона Бекбулатовича Касимовского хана, великого князя всея Руси, несчастного отверженного старца Стефана, за одиннадцать месяцев самодержавия, заплатившего десятилетиями гонений. Симеон Бекбулатович, как известно, не был единственной жертвой политического маскарада Ивана Грозного. Но сам царь тоже называл себя жертвой, человеком неудачливым и несчастным. Он то и дело сетовал на судьбу. История сохранила для нас проникновенные жалобы Грозного царя. Самые яркие цитаты из них в рубрике «Только факт». Из письма Ивана Грозного к Курбскому «Кто сможет подробно перечислить все те притеснения, которым мы подвергались в житейских делах, во время поездок, и во время отдыха, и в церковном предстоянии, и во всяких других делах». Из письма Ивана Грозного к Курбскому «Моя же обида и то, что вместо пролития крови я перенес всякие оскорбления и нападки. Все, что было посеяно строптивой злобой, не перестает жить и непрестанно вопиет к Богу». Из письма Ивана Грозного английской королеве Елизавете I «Буде мятежные бояре меня одолеют и не зложат, то обещай мне дать приют в Англии. Будешь и с тобою подобное приключиться, то я тебе дам приют в Москве». Журнал «Вокруг света» век назад поведал такую историю. Матрос Джон Куинси из английского городка Уитстебл считался неудачником. Он пять раз падал за борт. Но, с другой стороны, ни разу не утонул. Решив больше не испытывать судьбу, матрос списался на берег и открыл таверну под названием «Счастливый неудачник». Счастливым неудачником большую часть жизни был и Иван Болотников. То поднимаясь, то падая, он почти пробился из грязи в князе. Но небольшая речка Упа преградила ему дорогу. В смутное время начала 17 века Иван Исаевич Болотников был заметной фигурой в российском государстве. Но недолго. Ярким метеором пролетел он на военно-политическом небосклоне и угас. Этот человек с юности попал в плен неудач и всю свою жизнь он пытался вырваться из этого плена. Болотников происходил из обнищавших детей боярских. Запродавшись в холопы князю Андрею Телятевскому, он служил в его вооруженной свите. Затем бежал от господина к вольным казакам на волк. Там его полонили татары и продали в рабство туркам на галеры. В одном из морских сражений турки потерпели поражение и венецианцы освободили православного Ивана. Он пешком пошел через Германию и Польшу, чтобы добраться домой. Не имея сведений с родины, Болотников не знал, что там творится. В 1606 году Болотников дошел до городка Самборг в западной Польше и услышал, что здесь обосновался сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Болотников и не подозревал, что столкнулся с самозванцем. Второй самозванец, который в это время, собственно, и не был личностью, а был, вот, так сказать, действительно, как сейчас говорят, виртуальной такой некой фигурой, но он уже был. Была уже эта идея, и даже разных людей просили выдавать себя за чудесно спавшегося, вот, уже царя русского царства, уже почти год в Москве, царя Дмитрия. И вот началась эта вот вторая самозванческая интрига, которую, очевидно, активно поддерживали, ну, вот, проигравшие первую интригу, вот, так сказать, несостоявшиеся родственники русского царя Мнифики. И вот в эту, так сказать, какую-то, в эту интригу и попадает вот такой опытный уже, так сказать, воин, мужественный человек. И даже встречается, вот, якобы, значит, встречается, вот, с неким, так сказать, человеком, выдававший себя за Дмитрия. Этим человеком был Михаил Молчанов, который время от времени выдавал себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. Болотникову, искренне поверившему в царевича, Молчанов выдал 60 дукатов с сабвы и шубу, якобы с царевичего плеча. А еще он выдал грамоту, где было сказано, что Иван Исаевич назначается большим воеводой и послал его в Путивль для сбора войск против узурпатора царя Василия Шульского. С этого момента Болотников оказался прочно втянутым в интригу самозванца. Весть о том, что Болотников пришел вернуть трон истинному царю Дмитрию, распространилась по всему югу России. К нему стали являться беглые холопы, преступники, ушедшие от казни и казаки. Войско его росло. Осенью 1606 года к Болотникову присоединились отряды дворянской конницы. Повсюду рассылались прелестные грамоты, призывы примкнуть к восставшим. И распространялся слух, что Болотников сам видел живого царевича. В это время царствовал, официальный царь был фуйский, но, во-первых, выбранный царь в России это уже как бы не царь. Это вот прецедент с Годуновым тоже, так сказать, не показал, что такого человека не уважают не только его ближайшие окружения, его бывшие коллеги, такие же, как он, бояре. И народ не очень верит такому царю, так сказать, недавнему от Бога, а вот выбранному даже законно, легитимно, земским собором и так далее. Но вот в данном случае Дмитрий был как бы прирожденный, да, сын Ивана Грозного, прирожденный царевич. И это, наверное, было главное в этой вере. С боями войско Болотникова продвигалось к Москве. 22 октября 1606 года он остановился в Коломенском, это в десяти верстах от Кремля. Ни он сам, ни его соратники не сомневались, что Москва в их руках. У Шуйского армии не было, казна была пуста, хлебные запасы иссякли. Болотников не переставал рассылать грамоты, призывавшие чернь не только к замене Василия Шуйского на хорошего царя, но и к расправе над боярами. 15 ноября 1606 года начался штурм за Москворечья. До Кремля оставалось не больше версты. Но неожиданно соратники Болотникова, командиры дворянской конницы, перешли на сторону царян. Эта измена внесла замешательство в любви восставших и спасла Москву. 2 декабря 1606 года войска царского воеводы Скопина-Шуйского нанесли поражение армии Болотникова. Он с верными людьми отступил в Калугу. Во время долгого сидения в Калуге Иван Болотников постоянно слал письма в Польшу, царевичу Дмитрию, с просьбой поспешить к Москве. Он так и не понял, что помощи ждать не от кого. 21 мая 1607 года Василий Шуйский выступил с огромным войском из Москвы против Болотникова. Недалеко от Каширы Болотников потерпел поражение. Отступил и заперся в Туле. Тула была в то время мощной крепостью. Здесь большой воеводы готовился к реваншу. Совсем недавно он был всего в шаге от Кремля. Теперь он своего шанса решил не упускать. Город держался четыре месяца. Войско царя Василия уже устало от осады. Между полководцами разгорелись распри. Большинство было за то, чтобы снять осаду и уходить из-под стен Тула. Этого и ждал Болотников. Это открывало ему путь к Москве. Но в царском войске нашелся хитродеец, который предложил затопить крепость, перегородив реку Упу. Что в срочном порядке и было сделано. Город оказался фактически посреди огромного озера. Погибли все запасы продовольствия. Начался страшный голод. Положение было невыносимым. И после долгого раздумья защитники Тулы выдвинули Шуйскому условия своей сдачи. Шуйский в ответ поклялся на кресте помиловать всех осажден. 10 октября 1607 года крепость Тула пала. 18 октября Василий Шуйский вернулся с победой в Москву. С ним привезли и пленного Болотникова. После продолжительного допроса и пыток его заточили в Каргопольскую тюрьму. Несколько раз Иван Болотников был в шаге от победы, но вырваться из плена неудач, которые преследовали его всю жизнь, так и не смог. Царь Василий не выполнил своего обещания о помиловании. Сначала бывшему большому воеводе выкололи глаза, а затем его утопили. Пожалуй, самым неудачливым из русских правителей можно назвать малолетнего императора Иоанна Антоновича. Он вступил на престол в возрасте двух месяцев. Но уже через год он этого престола лишился. Представьте себе, каково с детства ощущать себя уже бывшим императором. Иоанн Антонович прожил 23 года. Восемь из них он был узником Шлюцельбургской крепости. Там его и убили. Печально сложилась и судьба другого мальчика императора, Петра Второго. 6 января 1730 года во время церемонии водосвятия император Петр Второй почувствовал себя плохо, а через три дня обнаружилось, что он болен оспой. К этому времени царствовал он без малого три года. Царствовал, но не управлял. Будущему императору Петру Второму не исполнилось еще и трех лет, когда в 1718 году умер под пытками его отец, царевич Алексей. Мать Петра скончалась на десятый день после рождения сына. Его дед Петр Великий внука не любил. Единственный человек, кому мальчик был дорог, такая же несчастная сирота, сестра Наталья. Она была старше Петра всего на год, но всю свою короткую жизнь опекала младшего брата. При Петре Первом проявление хоть малейшего участия к этим сиротам считалось для придворных опасным. Все хорошо помнили жестокую участь друзей царевича Алексея и от его сына сторонились, как от чумного. Петр Первый после смерти своего наследника, малолетнего сына Петра Петровича, от царицы Екатерины, сделал все, чтобы отодвинуть от царства нелюбимого внука. 5 февраля 1722 года Петр издал устав о наследии престола. Отныне государь мог назначать преемника по своему усмотрению. Но в январе 1725 года император Петр Великий умер. В эту же ночь под грохот полковых барабанов наследницей русского престола была провозглашена его жена, императрица Екатерина Петровна. А фактическим правителем государства стал светлейший князь Александр Данилович Миншиков. Современники отмечали, что Екатерина была женщиной незлобивой и, взойдя на трон, приблизила к себе и обласкала несчастных детей царевича Алексея. Внимание девятилетнему Петру Алексеевичу теперь уделяли гораздо больше. Государыня поручила вице-канцлеру Андрею Ивановичу Астерману заняться образованием великого князя. И тот лично составил ему программу обучения. Петра Алексеевича наконец-то начали воспринимать как наиболее вероятного кандидата на престол. Посодействовал этому и светлейший князь Александр Данилович Миншиков. Он увидел во царении Петра немалую выгоду для себя и внезапно сделался его ярым сторонником. Царствовала Екатерина I недолго и умерла 6 мая 1727 года. Согласно ее завещанию, на русский престол взошел Петр II. Было ему тогда 11 лет. Князь Миншиков сразу перевез царя в свой дом на Васильевском острове. Новоспеченный монарх оказался под его ежеминутной опекой. Чтобы окончательно укрепиться около трона, светлейший решил устроить брак малолетнего императора со своей дочерью Марией. В мае 1727 года состоялась помолвка, и Мария получила титул ее высочество государыни-невесты и собственный двор. Мария была старше жениха на 4 года и почти наверняка не питала к нему положенных невесте чувств. Через месяц после помолвки Миншиков тяжело заболел и не мог контролировать поведение и настроение юного монарха. Этим не применули воспользоваться его враги. Миншикова обвинили в государственной измене и со всей семьей сослали в Березов. Помолвка Петра с Марией была расстогнута. Сразу после высылки Миншикова Петр объявил о начале самостоятельного правления. К этому времени ему исполнилось 12. Одним из друзей юного императора сразу стал князь Иван Долгоруков. Князь был старше Петра, слыл повесой и жизнь вел распутную, приучая своего царственного друга к разгулу. Петр II стал употреблять спиртное, общаться с женщинами вольных нравов. В начале февраля 1728 года, когда двор переехал в Москву, Астерман уговорил Петра вернуться в Петербург. Но под крылом вице-канцлера юный монарх чувствовал себя неуютно, ведь именно Астерман больше всех настаивал на том, чтобы Петр не бросал ненавистную учебу. А к государственным делам юный царь питал отвращение. Долгоруковы напротив потакали всем его желаниям. Они устраивали пышные соколиные охоты, травли медведей, кулачные бои, лишь бы не потерять монаршего расположения. Иностранцы, следившие за ходом дел при дворе, находили, что в некоторых случаях Петр II напоминал своего деда Петра I. Он, как и его дед, не терпел никаких возражений и непременно требовал, чтобы все делалось вокруг него так, как ему хочется. Единственным человеком, к которому прислушивался Петр, была его старшая сестра, великая княжна Наталья Алексеевна. Судя по отзывам современников, Наталья, несмотря на молодость, была незаврядной личностью. К несчастью, император стал отдаляться от нее, предпочитая общество Ивана Долгорукова и тетушки Елизаветы Петровны. Наталья очень глубоко переживала охлаждение брата, вскоре заболела с коротечной чахуткой и умерла. Между тем, клан Долгоруковых начал по выражению испанского посланника герцога Делирия писать второй том глупости Меньшикова. Они так же, как и светлейший, решили привязать Петра II к своей семье брачными кузами. В сентябре 1729 года Петр II уехал на охоту в подмосковное имение князей Долгоруковых и сразу после возвращения было объявлено о помолвке императора 17-летней княжной Екатерины Долгоруковой, сестрой князя Ивана. 30 ноября 1729 года в Лефортовском дворце состоялась торжественная церемония обручения Петра и Екатерины. Но церемония была омрачена предзнаменованием, сулящим несчастье этому союзу. С крыши кареты невесты упала позолоченная императорская корона. Знак оказался вещем. Всего через месяц с небольшим император почувствовал себя плохо, а через три дня обнаружилось, что он болен оспой. В ночь с 18 на 19 января 1730 года перед самой свадьбой император умер. Его последние слова были «Запрягайтесь сани, я еду к сестре». Вместе с Петром II пресеклась прямая мужская линия дома. Романова. Книга рекордов Гиннесса считает самым неудачливым в мире политиком англичанина Дэвида Эдварда Сатча. С 1963 по 1999 год он 39 раз участвовал в выборах и во всех проиграл. В российской истории подобных прецедентов, кажется, не было. О том, какие неудачи преследовали наших соотечественников, рубрика «Точка отчета». 1185 год. В апреле Новгород-северский князь Игорь Святославович начал свой легендарный поход против половцев. Его молодецкая удаль и княжеские амбиции привели к весьма печальным последствиям. Войско было разбито, князь Игорь и его сын Владимир попали в плен, а его жена Ярославна прославилась навеки своим плачем. Этот эпизод из истории Древней Руси нашел свое отражение в величайшем памятнике литературы в слове о полку Игореве. 1446 год. Дмитрий Шемяков взял в плен и ослепил великого князя Московского Василия II, получившего престол вопреки старым обычаям. Но под давлением боярства и духовенства был вынужден его отпустить. А через год бывший пленник разгромил войско Шемяки. Спустя шесть лет Дмитрий Шемяков был отравлен. Дурная слава преследовала его и после смерти. Несмотря на то, что святой Пафнутий Боровский называл Шемяку благочестивым князем, народная молва навеки связала его имя с выражением «Шемякин суд», то есть суд неправедный, несправедливый. 1653 год. Патриарх московский Ивсия Руси Никон при поддержке царя Алексея Михайловича начал реформу русской церкви, вызвавшую церковный раскол. В 1658 году из-за конфликта с Алексеем Михайловичем Никон покинул Москву. Через два года Собор русских иерархов не изложил Никона, но он не признал этого решения. Собор 1666-67 годов с участием вселенских патриархов осудил Никона на лишение сана и ссылку в Белозерские монастыри. Через 14 лет царь Федор Алексеевич разрешил Никону вернуться и поселиться в Ново-Иерусалимском монастыре. Но по пути и ссылке Никон умер. Мастере Маргарите есть слова поэта-неудачника Рюхина, обращенные к памятнику Пушкина. Вот пример настоящей удачливости. Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе. Но что он такого сделал? Я не постигаю. Повезло. Повезло. Уличая бронзового соперника в удачливости, Рюхин забыл один маленький факт. Гибель поэта в 37 лет на дуэли, на которую он сам вызвал обидчика. Не всегда удается однозначно оценить роль удачи в судьбе человека. Однако про героев сегодняшней программы можно сказать уверенно. Фортуна повернулась к ним спиной. Такова власть факта. Смотрите в следующей программе. Гнязь Овчина-Терепнев-Оболенский, первый русский фаворит. Война разгневанных женщин, кем управлял Людовик XV и кто управлял Людовиком. Из Смольного монастыря в Зимний дворец судьба Екатерины Нелидовой. При двух императорах Алексей Аракчеев, деспот и непотопляемый фаворит. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова